Всем привет! Это письмо от подписчицы. Сейчас я его зачитаю, отвечу, дам комментарии. Девушка попросила ответ в видеоформате на канале. Для тех, кому нравится такая рубрика, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Это очень помогает продвижению канала. Большое вам за это спасибо. Добрый день, Галина! Мне очень нравится, как вы разбираете письма, отвечаете, даете советы. Вы как будто интернет-подружка, которая живет давно в Турции, знает все обычаи здесь и менталитет, без которой просто здесь из ебанжи сделаю дурочку и обману, даже глазом не моргнув. Спасибо за ваш блог, за формат, который вы придумали. Я пересмотрела практически все ваши видео. Вы, кажется, единственная, кто сможет понять таких, как мы, и еще дать объективные советы, как поступать и что делать, и советы от психолога. Мы с моим будущим мужем ждем ребенка. Поздравляю! Я его вторая жена. С первой он прожил 10 лет, но так детей у них и не получилось завести. Они развелись. Мы столкнулись со многими трудностями, проблемами в этот период. Много чего навалилось на нас. Турецкого я не знаю, подрабатываю няней, репетитором, риэлтором, помощником по оформлению документов, в общем, всем, кем только можно. Но не всегда все идет по плану, как я этого хочу. То дети заболеют, то уроки отменятся, то я заболею, и месяц вообще мог была не работать. Потратили кучу денег на лекарства, походы к врачам. Даже для женибы на документы потратили кучу денег в итоге. И до конца не довели это. Дело в том, что я снова заболела. В общем, моя мама, половина этого всего не зная, постоянно предлагает мне деньги, помощь свою. Она работает в аптеке в Украине, где идут боевые действия каждый день. И много она, конечно же, не получает. Но если хочет помочь, то помогает большими суммами денег. Например, она может отправить 10 тысяч лир. Для Турции, возможно, сейчас это и небольшие деньги. Но для нее, для ее зарплаты, для Украины это большие деньги. Я понимаю, что она во многом отказывает себе, чтобы помочь хотя бы, чтобы помочь мне. Хотя питается она, конечно, хорошо, на отдых собирает. Я не знаю реально ее материального положения, так как давно не была у нее в гостях. Многоточа. Папы у нас нет, она одна. Я не хочу от нее помощи. Часто вру, если есть проблемы, а то потом меня совесть мучает, если все-таки пришлось попросить маму о помощи. А вот кого совесть не мучает, так это родственников моего мужа. Семья состоятельная. Три сына. Мой муж это первый сын. Старший. Среднему сыну сделали свадьбу. Очень дорогую. Подарили много золота. Технику в квартиру новую. Ну, это стандартная, как в турецких свадьбах, как принято, короче говоря, да, по канонам. Кредиты выплачивают за это еще. Младшему айфон последний захотел. Купили. Хотя тот бездельник, постоянно создает им проблемы, не хочет работать свои-то 27 лет. Я с ним одногодка, кстати. И свой айфон я купила себе сама. Часык сама. А ему все, мама с папой купили. За среднего, помимо свадьбы, еще и пошлину уплатили, чтобы он в армию не пошел служить. А это, извините, порядка 100 тысяч лир. А нам с мужем, дулю с маком. Поначалу, как только мы с ними познакомились, они давали покрывало всякие, кофеварки, денег по мелочи лир 600. И я была этому рада, думала, что про них они такие щедрые. Даже раз расплакалась от того, сколько всякой домашней утвари они нам надавали. Нам, а оказалось, это все на то, чтобы они готовы ради невестки. То есть для ебанжи, для иностранки. Мы сейчас ждем ребенка. Они знают, что нам нужны деньги. Я очень переживаю по тому, что муж нашел вторую уже себе работу, работает очень много, но все равно его родственники делают вид, что ничего они не понимают. Или они и вправду не понимают вопрос. Или делают вид, что не хотят понять. Да, хотя бы пусть предложат просто какую-то помощь. Нет, они меня заваливают этими дешевыми тарелками. Мама его штаны какие-то мне впарила недавно, которые сама себе купила. Духи Эйвен. Ох, в общем, теперь я посмотрела на это совсем по-другому. Для меня это верх неуважения ко мне как к личностям. Живот просит показать. За ними спрашивают, придумали мы ребенку или нет. Но за помощь реальную молчок. Ничего. Только обещают, что помогут многоточия. Увидели они, Ебанжи, и решили сэкономить, что ли? Попросительный знак. Невестка среднего брата, которую они ненавидят, которым сделали свадьбу, через мужа требовала у этой семьи золото, деньги. Даже говорила продать маме машину, если у нее денег на свадьбу нет или не хватает. И знаете, после этого давления деньги у них появились, они им все дали. Что скажете? Мне нужно быть как она? Почему такое неуважение ко мне, я не понимаю. Но как мне это вообще все исправить? Держать баланс между славянкой и турчанкой? Или меркантильной турчанкой, я бы сказала, вопросительный знак. Ответьте, пожалуйста, в видеоформате на вашем канале. Я буду ждать с нетерпением, восклицательный знак. Так, смотрите, тема довольно-таки интересная. Тут вообще несколько аспектов. Если мы берем, вот сейчас мы не про вашу личное и про вашу маму, а про вот Турцию, менталитет, что здесь. В Турции побеждает наглый. Тот, кто отстаивает свои права, тот, кто много кричит, кто-то что-то требует, кто-то что наглый. Человек, который не побоится открыть рот. Вы это видите примером средней невестки в вашей семье, у среднего сына, что происходит. У нее почему-то все есть, ей подарки дают. Здесь дело не в семье, которая за вами стоит или ее нет. Вот, можно, многие бы так подумают, но это ложно сейчас объясню, почему. Что, ну, у нее же есть родственники, если что, пойдут, там, не знаю, поругаются, к себе ее заберут, если она съедет. Ну, короче, скандал ее поддержат. Вот, здесь позиция личная человека. Она так, во-первых, воспитана, да, за ней семья, это все понятно. Но здесь вопрос в том, что она изначально на этой позиции зашла. Вы видите, у них в семье такой уклад, что они всем дают, помогают. Вам, вообще-то, вначале тоже давали. Вы просто мало просили, вот в чем дело. Это неуважение к вам, это вы продешевили. Если мы берем сейчас турецкие каноны, вам надо было быть наглее, кричать, наезжать. Ну, если вот такие методы используем, вот как у них, у них, видите, это, не говорю, что во всей турции так, это в их семье так работает. У них невестка, которая так себя ведет, у нее все есть. Если вы хотите, чтобы у вас было с ней на уровне, да, вам придется такими же методиками работать, действовать, все то же самое делать. Почему? Потому что для них, в их семье, в семье родительской вашего супруга, это все понятно. Это на их языке. Это их манера общения. Для них это доступно, понятно. Здесь плохого чего-то, наездов, неуважения не видят. Это на их языке семейном разложено. Они это примут, им вообще вопросов к вам, скорее всего, не будет. Вы видите, у них в семье всех что-то просят от родителей. Вы сказать можете, ну, так у всех родители же хотят давать. Нет. Здесь вопрос ленивых детей. 27 лет, не работают, айфон его купите. Этому свадьбу справьте. Ну, родители всегда вкладывают, в принципе, они и проиводят свадьбы своим детям. Это капиталы, родительские свадьбы. Это когда в дом все золото и так далее. Начинает старт капитал, складывается из двух семей, старт новой семьи, новые ячейки общества. Ну, вы не настаивали, не просили. Вы радовались пластиковым тарелочкам раньше, какой-то там бушной техники бытовой. Ну, вы много не просите, вам много не дают. Вы и этому рады. То есть это не про неуважение, а про то, что у вас запросов больших нет. Это не потому, что вас можно облапошить, обвести вокруг пальца, вами воспользоваться. Нет, вы на этой позиции, на мягкой. То есть это вообще вопрос еще к вашему супругу. Его это все устраивает. Он считает, что ему достаточно равномерно все дают. То есть вопрос у вас, вы видите некую несправедливость. И вам кажется, что вас обделили. Соответственно, если вопрос ко мне простой, как мне себя вести, чтобы было поровну, вести, это чистая турецкая система взаимоотношений, вести себя так же, как и средняя невестка, то есть жена среднего брата. Но у меня еще к вам вопрос. Если вы ждете ребенка, а вы документы до свадьбы до конца не довели, ну, если, может быть, уже расписались, они из письма выходят вот так. Вы понимаете, что вы не на той сильной позиции? Она просто вышла замуж, даже, например, ребенка у нее нет, но она уже требует. А вы у нас как получается, если еще не расписались, но уже с ребенком, вы уже на позиции слабее? Вот надо было расписываться, доводить это до конца, историю с браком. Или там вы уже, например, беременны были. То есть когда официально документик, штампик, у вас веса больше в понимании его родителей, в их семейных ценностях, в этой семье вот так. А у нас получается, без семьи, иностранка, беременная, без штампа в паспорте, никаких прав у нее, по сути, нет. Ну, вот оно и отношения. И еще ничего не просит. То есть я к тому, что вы не обижаетесь, но это зависит от вас, от вашей позиции, от вашего поведения. Вот у них в семье вот такие условия. Вам только под это построиться или забить. А теперь вообще про дарения, подарки, кто кому что должен и обязан. В традиционных семьях, в большинстве своем процентном соотношении в стране, да, здесь родители, нормальные, хорошие родители, своим детям дают из последнего. И кредиты занимают, и айфоны покупают, и свадьбы делают на последние, для этого кредиты берут и так далее. Принято так. Это менталитет, это устой. Это десятилетиями, столетиями вся история идет. Но в светских семьях, где прогрессивней что-то есть, где не очень много денег, например, воспитание есть другое. В турецких тоже светских семьях, таких европизированных, когда дети тоже сами куда-то стремятся, сами что-то зарабатывают, в рот родителям не заглядывают или не ждут от родителей конкретной помощи, финансы, если просто тупо нет. В основном, да, с прошением, с запросом. Но я ходю к тому, что так живут не все в стране, и не в каждой семье история, как вы описали. Но это большинство. Это очень популярный пример. Других правил, к сожалению, как вам себя вести у меня нет. Только делать так, отстаивать свои личные границы, закреплять свои позиции, просто тупо копировать с турецкой, скажем так, невестки. Что я как психолог здесь вижу, ваша коннотация? Мне быть как иностранка, которую могут облапошить, или как меркантильная турчанка? Вот слово меркантильная турчанка, определение, это не турецкое определение, это определение ваше, европейское, из другой страны человека. Здесь ее поведение не считается меркантильным, здесь это норма. Здесь это не постыдно, и это неплохо. И вообще, если мы берем психологически вашу проблему, личности вашей, да, в ситуацию, в которую вы попали, вы из-за своих запретов психологических каких-то рамок определенных, вот этого слова меркантильный, то есть равно это что-то плохое, из-за своих установок из вашего воспитания и прошлого, вы слово табуируем меркантильное, чтобы не быть такой меркантильный, ничего не просили, рамки свои какие-то не отстаивали, личные границы не возводили, вот он результат. Другой менталитет поведения, результат вот такой имеете. То есть вам здесь вообще вопросик сейчас. Мне дальше бояться слово меркантильное, или что про меня подумают, или мне быть такой же, как принимать местные правила игры, местного менталитета. Сразу говорю, вы в этой территории, вы можете либо ассимилироваться, что-то принять, отвергнуть, либо вообще у вас эта территория поглотит, и вы под нее подстраиваетесь. Быть на своем коне, клеймить слово меркантильное, не хотеть быть меркантильной, и что-то при этом иметь не получится. К сожалению, так здесь не работает. Ну, я думаю, выводы вы эти, в принципе, все поняли всю такую ситуацию. А по поводу мамы вашей, если вас действительно мучает совесть, и вы действительно по-настоящему не хотите от нее принимать, какие-то, скажем так, помощь, деньги, не принимайте. Поменяйте банковский аккаунт, карточку, не знаю, заблокируйте. Вы можете всегда отрезать этот путь. Все. Ну, вы же принимаете. Я знаю, почему. Вы говорите о том, что не хотите это принимать, чтобы не быть меркантильной, чтобы не быть слабой. Здесь у вас внутри психологически борются ваши установки из вашего воспитания. И как бы хочется и нужно, мне сейчас нужна эта помощь, но принять я ее не могу. То есть у вас внутри внутренняя борьба идет. Чтобы не подумать о себе плохо, себя в чем-то там не винить, не корить, и мы не справляемся. Сейчас очень тяжелая экономическая ситуация, особенно если вы в Стамбуле живете, как крупный город, да, все очень, там, ну, очень дорого все. Но если вам действительно нужна помощь от родителей супруга, идите и спрашивайте ее. Не ждите, когда вам ее дадут, предложат. Вы от нее изначально много не просили ее. Поэтому вам больших предложений нет. Если вы хотите поменять игру, сделайте свои правила и идите по правилам вот этих новым менталитетик, которые здесь есть в стране. Другого пути, к сожалению, нет. Вы либо будете так, как было, либо играем по правилам местным, которые здесь приняты. Вот такой ответ у меня на ваше письмо. Спасибо, что посмотрели. Напишите в комментариях, были ли такие истории у кого-то из подписчиков. Очень интересно. Тема популярная. Очень часто турецкие родители любят забирать у того ребенка, у кого все успешно, есть деньги, отдавать тому, например, ленивому, неуспешному, еще какому-то перекати-поле, который работать, трудиться не хочет, отдавать блага своего заработанные деньги или подарки какие-то своего старшего или там еще какого-то успешного ребенка, чтобы всем типа было поровну. Да, история вечная, и она история в турецких семьях, то есть не только с иностранками как-то. Здесь просто жены у мужей таких быстро турецкие истории-то пресекают и не позволяют какую-то львиную часть бюджета растранжировать, набрать, сестер и так далее. История подконтрольная. Это история позиций и личных границ в семьях, насколько родители могут залезть в бюджет, контролировать его и как о себе заявляет невестка, что она позволяет делать и что нет. То есть это только от женщин зависит в такой семье, ну, в отношениях таких с супругом, когда у него такие проблемы, например, есть. Вот такая история. Жду ваших комментариев. В инфобоксе под видео моя почта присылайте ваши письма для видеоответа на канале либо для личной консультации, записи к психологу. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.